Русские сказки Прогуляться в парке Он услышал, как его соседка Старая миссис Кайл Кричала и ругала свою собаку Почему ты не даешь мне работать? Оставь меня Привраться в доме Прекрати это, старуха Всегда кричишь И ругайся Я даже не могу спать по ночам От твоего крика В бешенстве господин Рей Вышел из дома, чтобы пойти в парк Дойдя до парка, он подошел К своей любимой скамейке И достал газету Ворча себе под нос, он открыл ее А-а-а Наконец-то капельку спокойствия Начав читать газету Кто-то спросил его Простите Опустив газету Он увидел перед собой Маленького мальчика Его звали Тим Да Простите, сэр Не будете ли вы так любезны Купить у меня печенье? Послушай меня, мальчик У меня и так плохо задался день Пожалуйста, не делай его еще хуже Сэр, только одну коробку Пожалуйста Я не хочу даже одного печенья Убирайся отсюда И маленький Тим убежал Господин Рей встал со скамейки И направился к фонтану Почему больше нет таких людей, как я? Почему все они должны быть такими? Такими раздражающими? В этот момент из-за фонтана Вышел молодой человек Одетый в белое И подошел к нему Почему я не могу уделить минутку Для своей персоны? Почему это? Успокойтесь, господин Рей Я здесь для того, чтобы помочь вам Кто? Кто ты? И откуда тебе известно мое имя? Я ангел осознания Можешь звать меня Энджи Ангел чего? Ты из соседнего драм-кружка? Убирайся с глаз моих Этот человек действительно был ангелом И чтобы доказать себя Он щелкнул пальцами И из ничего появилась пара удивительных блестящих сапог Господин Рей был удивлен Что? О, Боже! Ты ангел? Так и есть И как я уже сказал Я здесь, чтобы помочь вам И каким образом? Возьмите эти сапоги Всякий раз, когда вы сердитесь на кого-то И хотите, чтобы он поступил мудрее Надевайте их Сапоги в этот самый момент Покажут вам жизнь этого человека И поставят вас на его место Если вы будете действовать мудрее Вы будете вознаграждены золотом, серебром и бриллиантами Иными словами Сапоги буквально поставят вас на место другого Мысль о золоте, серебре и бриллиантах Искушала его И он сразу же согласился Но помните Если в какой-то момент вы поймете Что это вы сам виноват Сапоги вернут вас на свое место Я виноват Ни в чем Очень хорошо Сказав это, ангел исчез Господин Рэй взял сапоги и пошел домой На следующий день, когда он проснулся Он услышал крик своей соседки Старой миссис Кайл Почему ты не даешь мне работать? Ради всего святого Позволь мне прибраться Услышав ее крик Господин Рэй очень рассердился И вспомнил про пару сапог Он сразу же надел их И завязывая последний шнурок Проснулся в доме миссис Кайл Ух ты! Эта штука действительно работает? Именно тогда собачка начала играть с ней Отстань! Фу! Освободившись от собаки Она пошла прямо на кухню О, я так хочу есть! Посмотрим, что там у старушки есть! Она нашла мешок фасоли О, фасоль! Вкуснятина! Ну-ка, приготовим! Когда она высыпала фасоль в миску Она поняла, что собака тянет ее за платье Что такое? Оставь меня в покое! Но собака не слушала Она держалась за ее платье И вдруг Вся миска с фасолью вышкользнула из ее рук И упала на землю Это очень разозлило ее И она громко закричала Почему ты не даешь мне приготовить еду? Ради всего святого Оставь меня готовить! Я ужасно хочу есть! И в этот самый момент Господин Рей услышал свой собственный голос Доносящийся из соседнего дома Ты прекратишь это, старуха? Всегда кричишь и ругаешься Я даже не могу спать по ночам от твоего крика Ее глаза расширились от осознания ситуации И через секунду господин Рей вернулся в свой собственный дом Слезинка скатилась по его глазам Он тут же вытер ее Нет, нет! Я не могу ошибаться! Этот ангел обманул меня! Сказав это, он покинул свой дом Не осознавая, что на его ногах все еще были волшебные сапоги Дойдя до парка, он сел на свое обычное место И развернул газету Когда снова услышал голос маленького Тима Простите, сэр Пожалуйста, купите коробку печенья Пожалуйста Мне ничего не надо Угновение ока господин Рей встал на место Тима Проснись, Тим Он открыл глаза и увидел женщину, которая выглядела очень бледной Иди и продай печенье, дорогой «Я сегодня тоже не смогу пойти!» Он ничего не сказал, но лег, глядя на нее. «Поторопись и, пожалуйста, продай достаточно печенья, чтобы мы могли заплатить хозяину сегодня. В противном случае нам негде будет жить!» При этом слезы покатились из его глаз, когда он понял, что снова ошибался. Через секунду он вернулся в парк, сидя на скамейке. Его лицо задрожало, а по щекам покатились слезы. Он поднял глаза и увидел, что маленький Тим уходит, опустив голову. Он встал и побежал за ним. «Эй, паренек, подожди-ка!» Когда Тим обернулся, господин Рэй подбежал к нему и, наклонившись, обнял его. «Мне так жаль, малыш!» «Все в порядке! Вы же не любите печенье!» «Ничего подобного! Я люблю печенье!» «Дайте мне все печенье, и я заплачу тебе за все печенье, которое вы можете сделать в течение всего месяца!» «Вот, возьми все деньги и принеси мне еще печенье завтра!» Обрадованный маленький Тим поцеловал его в щеку и дал ему все печенье, которое у него было. И в тот же день господин Рэй пошел в дом миссис Кайл и отдал ей все печенье. «О, зачем все это?» «Ну, скажем так, я не был очень хорошим соседом, и это мой способ извиниться». «Ты слишком добр, Рэй!» «О, это только начало!» Таким образом, господин Рэй из очень сердитого старика превратился в добросердечного и щедрого человека. Он больше никогда ни на кого не кричал. Тим и он стали лучшими друзьями. А что касается волшебных сапог, ну, он держал их прямо здесь, в своей гостиной, как напоминание о том, что очень важно быть чутким. И прежде чем судить кого-либо, мы всегда должны поставить себя на его место.